Школа отчисляет ребенка на семейное обучение. Все, теперь за него ответственность несу я. Нет, 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 почитайте внимательно. Там написано, имеет право, ребенок имеет право сдавать промежуточную аттестацию. А имеет право и обязан, это разные вещи. Никто не имеет права контролировать. Вот покажите мне слово обязан. Или там написано, имеет право. С правом прохождения промежуточной аттестации. Право, но не обязанность. Я же вам еще раз объясняю. Право и обязанность, это разные юридические термины. Я могу сейчас в любой другой регион уехать. Уедьте, утвержденных нашим уважаемым правительством. Я очень люблю прижать. Нашим уважаемым правительством. А я его еще больше куплю. Оксана Юрьевна, мы вас пригласили на заседание комиссии по проведению служебной проверки согласно вашему заявлению. И в ходе рассмотрения обстоятельств, которые должны в вашем заявлении направлены в прокуратуру Агуринского района, спрось бы привести к журнему. Сейчас, получается, у нас проверка идет именно по обстоятельствам нарушения правил поведения должностных лиц администрации. Поэтому, когда вам письмо мы передавали, мы поразили вас доставить на матки в зад. В чем именно заключается повышение? Я включаю ноутбук, чтобы предоставить вам аудио-видеозапись. А также вы без ведома и согласия, и уведомления лиц присутствующих здесь включили и начались. Вы являетесь должностными лицами. Закон уведомит нас о том, что вы ведете фиксацию аудио. Я должна уведомить, если я веду видеофиксацию. Аудиофиксация разрешена. Разрешена, но при упасе уведомлений должностных лиц. Нет. Федеральный закон об коррупции, знаете, да, такой есть? Знаю. Разрешает фиксацию действия должностных лиц. С предварительным уведомлением присутствующих лиц. Так, дальше, пожалуйста, предъявите, ну, можно послушать нам записи от 18 февраля и 19 февраля. В чем именно? Для начала, почему у всех присутствующих должностных лиц отсутствуют бэджики? Ну, у присутствующих должностных лиц отсутствуют бэджики по той простой причине, что они у нас под расходу не запланированы. А здесь присутствуют работники структурных подразделений администрации, которые распоряжением о проведении служебной проверки на основании вашего обращения включены в состав данной комиссии. То есть я не знаю, кто вот здесь сидит, да? То есть даже вот подойдя к кабинету, просто номер на кабинете, то есть нет таблички, что здесь кто-то там находится. Но это временная техническая ошибка, которая в данный момент устраняется в связи с кадровыми изменениями. Ну вот для начала, кто вы? Я, получается, Адилова Аксана Петровна, юрисконсульт НКУ Централизованное обслуживание и учреждение образования Роздовинского района. И я, получается, являюсь секретарем данной комиссии. Попов Евгений Валерьевич, замглавы администрации Роздовинского района, курирующая социальную сферу района. Также присутствуют члены, старший, главный, заведующий сектором ВОЗИ, семейные формы воспитания отдела поделания совершеннолетних, журнолетних, журнолетних, местных семейных. Замглавы администрации по административным вопросам Семеновского Владимира Викторовича и юрисконсульт, заведующий, главный специалист. Главный специалист по администрации Роздовинского района Герасиму Кольку Владимировна. Просто я так зашла, я что, бейджиков нет, то есть кто, что. Сами понимаете, да, со стороны человек заходит и... Ну, достаточно того, что мы представили, что мы члены комиссии. Ну, вы уже, да, сейчас представились. То есть после того, как я спросила, кто находится в кабинете, я не пререкаюсь. Пожалуйста. В данный момент у нас есть информация со школы, что вы нарушаете права ребенка. Каким образом, со школы... Ваш ребенок не просвещает учебного ребенка. А мой ребенок находится на семейном обучении. Покажите документы. На основании где? В какой школе? Задавайте вопрос. В школе нету. В Черноморске нам пришел приказ о том, что ваш ребенок отчислен. Да, на основании моего заявления. Потому что в данный момент нигде не обучается. Он на семейном обучении. Нет, не написано. В отдел образования задавайте вопрос. Я вам еще раз повторяю. В Черноморске пришло о том, что он отчислен. Приказ это от школы. Правильно? Правильно. Правильно. Я пришла, написала заявление, что прошу отчислить моего ребенка в связи с тем, что он переводится на семейное обучение. Нет, здесь не переведен. Он отчислен. Со школы. Дайте мне приказ, что вы обучаете его на дому. Дайте мне основание. Дайте приказ, что он зачислен, переведен на семейную форму обучения. Я больше у вас ничего не пришла. В отделе образования? В отделе образования прислала мне, что он не обучается. Вот это отдел образования? Это отдела, это школа. А вот запросите у них мое заявление. Предоставьте, пожалуйста. У них лежит мое заявление о переводе ребенка. Подождите, заявление вы написали. А приказ у вас есть о переводе? Не нужен никакой приказ. Мне нужен приказ. Каким образом приказ? Школа как отчисляет, так и зачисляет. Нет. Переводит на семейное обучение. Школа не зачисляет на семейное обучение. Школа переводит приказы на семейное образование. Школа не имеет отношения к семейному обучению о приороне. Это же имеет полное. И вы должны мне показать приказ, что у вас ребенок обучаем. В данный момент... Я должна создать приказ? Нет, вы должны взять в отделе образования, что ваш ребенок переведен на семейную форму обучения. Нет. Да. Чем это регламентируется? Наталья Валерьевна, мы уже здесь. У меня просят документы, которые мы по закону рассмотрим. Вы идете встретить, она идет. Предоставьте, пожалуйста. Чем это регламентируется? Ну, тем же приказом, которым на отчисление. Каким? Таким же, как и на отчисление. Что он отчислит сочного. Давайте пойдем сейчас к вам, к начальнику отдела образования. И он вам откроет закон и покажет, где прописано, что у вас должен быть приказ о том, что вы переведены на семейную форму обучения. Откуда приказ будет, если я... Я пришла в отдел образования, в поселок Черноморское, написала заявление, что я перевожу ребенка на семейное обучение. На основании этого моего заявления... У вас приказ у вас отчислили. Правильно, на основании моего заявления. В связи с тем, что он переведен. Может, я скажу, вы меня слушаете. Может, я вас слушаю. Я вижу, как вы меня слушаете. Я вас слушаю. Вы меня перебиваете. На основании моего заявления. Идемте на отдел образования. Вам покажут законодательство. Вы меня выслушаете или нет? Еще раз говорю. Пойдемте в отдел образования. Вы меня выслушаете. Слушаю вас внимательно. На основании моего заявления школа отчисляет ребенка на семейное обучение. Все, теперь за него ответственность несу я. Покажите мне приказ, что он переведен на семейную форму обучения. Покажите мне приказ, что он переведен на семейную форму обучения. Покажите мне документы, в которых написано, что... Пожалуйста, идемте в отдел образования, там есть приказы всеобучия, и вас ознакомят. Присылайте мне официальную повестку, заказанное письмо. Я официально вам говорю, что мы будем предпринимать меры в связи с тем, что вы нарушаете ребенку право на обучение. Докажите. В судебном порядке докажем. Хорошо. Я вам серьезно говорю. Я вам тоже серьезно говорю. Вы нарушаете в данный момент... Нет. Вы ребенка не обучаете. Ваш ребенок на сегодняшний день не приступил к обучению. У ребенка на семейном обучении. Покажите, покажите приказ. Семейное обучение никак не регламентируется. Приказ покажите, пожалуйста, что он переведен на семейную форму обучения. Вы понимаете вообще... Я понимаю. Семейное обучение? Что такое семейное обучение? Это я на себя беру ответственность. Он переведен на семейные формы обучения. А что такое семейное обучение, вы знаете? Что? Я не обязана вам экзамены сдавать. Точно так же, как и вы мне. Поэтому я говорю, пожалуйста, логере, идет в отдел образования. Позвольте повесткой. Мы повестка не вызываем, мы не суд. Мы органы отдела образования. Пусть отдел образования пришлет мне пригласительные или я не знаю, как хотите. называйте. Я приду. Кого не тронет? Заходите. Мне не кажется, я говорю, не тронет. Собака не тронет. Она тронет только во дворе. Дело в том, что учитывая то, что ваш ребенок очистлен, вы тут прикреплены, вы приходите, допустим, в любую школу, первую или вторую, они вас зачисляют и вы тут же... Они зачисляют для сдачи промежуточных аттестаций, которые являются добровольными. Он не должен быть нигде закреплен. Нет, он должен быть закреплен при школе и вы пишете на семейную форму обучения. Нет. Я вам еще раз объясняю, что... Ну так напишите, должен был документ, чтобы вы написали, что он на семейной форме обучения. Я в Черноморском. А на каком основании числили ребенка из школы? Вы не задавали вопрос в Черноморском? Это все? Это все, что оно. И 19-й, что сейчас? Сейчас. Там аудио. А, там аудио, да. Я нечаянно кладела образование, приносила... Можно будет ее попросить принести? Да, сейчас прослушиваю. Да, прослушиваю, пожалуйста. Хотя, в принципе, вы-то присутствовали при этом разговоре для вас, учебного. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла? Спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Татьяна Михайловна, она сейчас обсудит с вами вот раз по поводу обучения ребенка вашего. Хорошо? Здравствуйте. Найдите, едите. Давайте попасть в обучку. Да. Вы перешли на... Семейное обучение. ...обучение. Да. При какой школе вы работаете? Я не работаю при школе. Я поняла, с ребенком, кто работает, какая школа в Черноморске, работает с ребенком по семейному обучению. Вы вообще закон по семейному обучению не знаете? Да, конечно, я этим занимаюсь, поэтому ко мне вас направили. Поэтому я спрашиваю, для того, чтобы ребенок находился на семейном образовании... Что значит семейное обучение? Расскажите мне, как вы его понимаете, раз вы знаете вопрос. Ну, это вы готовите своего ребенка для того, чтобы он прошел промежуточную аттестацию. Тогда какое отношение имеет школа, если я готовлю ребенка? Ну, при школе вы должны получить... Нет. Семейное образование – это полностью ответственность лежит на родителях. Тяга, наставай. Да, прошло, если я нужна, буду поделать. Хорошо? Нет, спасибо. Для этого оно и называется семейное обучение. Ну, поняла. Оценки, как вы собираетесь получать у ребенка? Ребенку оценки какие-то? Есть такое понятие, как анскулинг, да? И есть еще второе там понятие. Вот у нас сейчас происходит анскулинг. То есть на момент, когда ребенок пойдет сдавать не ЕГЭ, а как оно там в девятом классе. Для этого он должен получить седьмой, восьмой, девятый класс. Да, а сейчас он, по идее, должен был посещать только третий. Так, третий класс. Где он посещает третий класс? Он нигде не посещает. Если бы он ходил в общеобразовательную школу, он бы числился в третьем классе. Читайте тихонечко. Мне это не надо. Если надо, будет я читать в интернете. Я правильно поняла. Черноморский район вы предупредили, чтобы ребенок находится на среднем. В Черноморском районе я пришла, как-то в отдел образования. Да, вот шаг первый, да, уведомить органы управления образованием. То есть я пришла в отдел образования Черноморского, написала заявление о переводе ребенка на семейное обучение. Послушайте меня, что я сделала. Я написала в отделе. А написано, вы же читаете, уедомление. Я же говорю, я написала заявление в органах образования Черноморского, написала заявление, что я перевожу ребенка на семейное обучение. Они у меня это заявление приняли, отправили меня в школу. В школе я на основании этого заявления написала заявление отчислить моего ребенка. Они отчислили, отдали мне. Вы на территории закрепления какой? Я нигде не закреплялась, потому что закрепляются только для сдачи. Я живу здесь. Значит, вы на территории закрепления нашего Роздольненского района. Но закрепляется ребенок только для... Еще раз повторяю, вы с Черноморска уехали, перевели ребенка на семейное образование. Для того, чтобы ребенок, еще раз повторяю, обучался на семейном образовании, вам в обязательном порядке нужно каждый год проходить промежуточную аттестацию. Обязаны вы проходить промежуточную аттестацию? Да, вы обязаны. Нет, почитайте внимательно. Там написано, имеет право, ребенок имеет право сдавать промежуточную аттестацию. А имеет право и обязаны, это разные вещи. А как мы будем знать, что у вас ребенок, вы его обучаете? А я вам еще раз объясняю, что право и обязанность – это разные юридические понятия. Я с этим вопросом уже воевала в Черноморском. И? И они сказали, извините, простите. Ребенок ваш нигде не учится сейчас. Мой ребенок находится на семейном обучении, я отвечаю за его обучение. Как я его буду проводить? Никто не имеет права контролировать. Ни отдел образования, ни школа, никто. Что? То есть ребенок должен получить образование. То есть с меня спросят. Когда? Когда ребенку надо будет сдавать, не ЕГЭ, а этот. Когда ему нужно сдавать в седьмом классе, в третьем классе, во втором классе промежуточную аттестацию. Нет, почитайте. Откройте, где написано про промежуточную аттестацию и написано, что обязан. Вот покажите мне слово обязан. Покажите. Откройте ваши документы. Ну вот откройте, сами откройте и найдите слово, где слово обязан написано. Или там написано имеет право. Вот это, в принципе, закон. Семейное образование. Что оно собой представляет? Вот видите, общего среднего с последующим прохождением промежуточной или государственной итоговосуществляющей образовательную деятельность в организации. Ну где написано, что обязанное? Где написано? Покажите мне слово обязан. Вот у вас, что такое семейное образование? Ну покажите мне слово обязан. А почему оно должно быть, слово обязан здесь написано? У вас семейное образование предполагает прохождение промежуточной аттестации. Предполагает, то есть это право ребенка проходить. Так же самое, как детский сад. Мне органы опеки рассказывали, что мои дети обязаны посещать детский сад. Я говорю, а что вы делаете подмену понятий? Нет, подождите, вы не путайте. Я вам объясняю еще раз, что. Детский сад и не путайте школу сейчас. Так, я вам объясняю, что аттестация это право ребенка, но не обязанность. Право. Если вы не можете разобраться, давайте звать юриста. Вы обязаны звать своему ребенку образование. Это уголовная ответственность уже ваша. Я ей даю образование. Вы не даете. Я даю. Ваш ребенок сейчас не прикреплен. А он не обязан быть. Обязан. Нет. Потому что вы обязаны проходить промежуточную аттестацию. Не обязаны мы. Обязаны. Давайте юриста зовите. Обязаны. Вы юрист? Да, я юрист. Обязаны. Обязаны проходить промежуточную аттестацию. Вы понимаете, что вот это подзаконный акт рекомендации? Открывайте закон и читайте, что промежуточную аттестацию вы обязаны проходить. Потому что, как вы можете определить, когда вы придете, простите меня, в 16 лет, в 9 класс, то... А мы можем и не приходить. Мы можем воспользоваться. Дайте я скажу. Для начала, давайте проявим то, что вы государственные... Еще раз. Вы у нас на территории проживаете, и ваш ребенок нигде не обучается. Мы получили приказ о том, что ваш ребенок с школы, в которой он обучался, отчислен. Никакой школе он больше не прикреплен. А как же мне отдали документы? Вам отдали, потому что вы ушли из этой школы. А вообще-то отдаются документы, если делается перевод со школы в школу? Вы не перевели со школы в школу. Правильно. На основании того, что ребенок ушел на... Правильно. И школа никакого отношения не имеет. Не имеет тот регион, в котором вы приехали. В данном случае вы приехали к нам. Я могу сейчас в любой другой регион уехать. Уедьте. И я прикреплюсь к школе, когда мы посчитаем нужным пойти и проходить. Нет, мы должны сейчас прикрепиться к школе. Послушайте. Для того, чтобы я знала, в какой школе и где я буду подавать о том, что вы здесь живете и на самообразовании обучаете своего ребенка. Потому что там написано о том, что в законе, если родители, то есть если ребенок проходит промежуточную аттестацию и получает не аттестацию, то его обязаны вернуть в очную форму обучения. Вам закон открыть сейчас? Давайте открывать. Будем вместе читать. Где написано, что имеет право. Будем вместе читать. То есть, получается, мы сейчас делаем питательственную комиссию, рассмотрим на комиссию. Я услышала. В фейк-муте у нас комиссия, я вынесу вопрос на рассмотрение. В фейк-муте значит будем готовить пакет документов с получением всех службового окна системы учреждения Туфилактики района. Вот, написано. Обучение в форме семейного образования и самообразовании осуществляется с правом. Вы хотели право. С правом прохождение промежуточной аттестации. Право. Но не обязанность. Я же вам еще раз объясняю. Право и обязанности разные юридические термины. На сегодняшний день факт налицо о том, что вы, будучи на территории Розунского района, ребенка не обучают в районах, не уведомили о семейной форме образования. А нигде не сказано, что я переезжаю из региона в регион, обязана бегать по всем школам и уведомлять, что у меня ребенок на сыру. Там вы ушли, там вы нигде не учитесь, и никакой школе не прикреплены, и не сдаете ни в какой школе промежуточную аттестацию, значит, вы обязаны тогда уведомить нас, потому что вы у нас здесь сейчас живете, о том, что ваш ребенок находится на самообразовании. Каким образом я должна была вас уведомить? Так я там написала заявление, все, что ребенок убыл на СО, то есть по всей территории Российской Федерации. Нет, именно на той территории, на которой вы фактически проживали. Сейчас вы из Черноморска уехали, вы приехали к нам, значит, вы должны поставить нас в известность. То есть мне надо опять повторно писать заявление, что... Зачем заявление, мне не надо. Ну все, я вас уведомила, что у меня ребенок на СО. Вы даете уведомление в письменном виде мне. Ну давайте я вам напишу, что ребенок на семейном обучении. Нет, я вас должна прикрепить к школе, вы пойдете в эту школу. Нет, вы не обязаны. 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 Вы не единственная в Роздоминском районе, и поэтому... У меня 11 человек учатся на семейном образовании. Я единственная, кто изучает законы и пользуется ими. Ну конечно. Конечно. Не сдите себе, хорошо? Ну все понятно. Здравствуйте. Хочу, Михайловна, отчетные панятки и все. Хорошо. Давай еще с меня увы за. Ну что, правильно, тогда вторая школа подняла панику. Она не правомерно подняла панику? Правомерно подняла панику. Ну единственное, что она сделает, запрос еще, если ей дадут в Черноморском ответ в администрации уже о том, что вы действительно припределены к какой-то школе непосредственно, пусть... Я нигде не прикреплялась, потому что... Вы только ушли. Мы ушли на семейное обучение. То есть дается право проходить аттестацию. То есть я не вижу смысла пока проходить аттестацию. Я планирую перевести, зачислить ребенка в онлайн-школу. Там проходить все аттестации. Московскую. Сейчас помню этих онлайн-школы. Я сижу и определяюсь. Зачисляйте. Зачисляйте. Вы у нас учатся на семейное обучение. На основании какого документа у вас ребенок, у вас есть разрешение, согласование, правильное образование Розовинского района. Покажите мне, пожалуйста, требования, законные требования, что прежде чем ребенка перевести на СИО. Подождите, о чем вы сами себе противоречите? Вы находились на территории Черноморского района. Вы сочли нужную в соответствии с законом пойти и написать заявление. Правильно, я перевела ребенка на СИО. Правильно, но вы же не остались проживать на территории Черноморского района? Мы там еще проживали больше полугода после того, как я перевела ребенка на СИО, а потом мы переехали сюда в конце лета. Вот, мы переехали на нашу территорию. Да, и что дальше? А в связи с переездом в наш район мы должны были такую же самую манипуляцию. Опять прийти и написать заявление, что прошу перевести ребенка на СИО? Потому что фактически несовершеннолетние, которые обязаны получать образование, у нас находятся, а информации от них, о них и о форме их обучения в Раздольминском управлении образования никакой нет. Так, вы можете запросить Черноморского района. Мы не можем запросить, это не муниципальная услуга. Мы запросили нас сказать о том, что вы не числитесь там. Правильно, на основании чего мы не числимся? Вы задали вопрос, на основании чего мы не числимся? На основании того, что мы перешли на семейное образование. Ну и все, тогда в чем вопрос? А у нас вы не встали на семейное образование, вот в чем вопрос. Вы, нет, нигде не прописано, что при переезде с места на место мы должны где-то, что-то каждый раз отмечаться, что ребенок на СИО. Покажите мне, пожалуйста, покажите мне. Вы, когда заходите в вас закон эту, вы каким законом порвали, как мы думаете? Покажите мне закон. Я вам даю те приказы, которые есть у нас. Где написано, что при смене... Я вам даю те приказы, которые написаны у нас. Я не знаю, сменили вы там или нет, или вы просто уехали с региона. И вы были с территории закрепления. Это совсем другое. В тех нормативах, которые вы мне сейчас давали, там прописано? Еще раз. Вы были сейчас на нашу территорию закрепления. Если вы хотите на нашей территории закрепления, на нашей территории закрепления обучаться в форме семейного образования, будьте добры. Ребенок числится на семейном обучении, а не обучается. Не путайте, пожалуйста. Нет, на территории... Хорошо. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Вот сейчас. Я вам дам уведомление, если вы собираетесь проживать на нашей территории закрепления. Ну, пока я призываю. И у нас в обязательном порядке вы будете закреплены за школой. Вы пойдете туда, на основании наших документов. Каких? Потому что, еще раз повторяю, образование это... На основании каких документов? Полномочия сесть на основании закона в образовании. Да, в нем написано, что имеют право сдавать аттестацию, но не обязанность. На нашей территории обязаны сдавать аттестацию. Это потому, что вы так решили. Еще раз. Это называется самоуправство. Еще раз. Это уголовная ответственность. Да. Нет. Еще раз. Уголовная ответственность вы себе уже сделали. А нас... Докажите вы ее сначала. Это суд будет доказать. Да, суд. Вот я в суд приду. Вот я в суд приду и спрошу у судей. Придет. Обязан и имеет право. Разные юридические понятия или нет? Вы обязаны проходить каждый год промежуточную аттестацию, чтобы ребенка определили, что он закончил 7 класс, что он закончил 8 класс. Нет. Чтобы вы выполняете свои обязанности. Я выполняю свои обязанности. В данном случае нет. В данном случае вы находитесь... Это вы так решили, вам так захотелось. Вы находитесь наше территорию закрепления и ваш ребенок нигде не обучается. Я вам еще раз говорю, что с вашей стороны это происходит самоуправство. Мы соберем комиссию и посмотрим уровень образования вашего ребенка. На основании чего? Как на основании того, что есть закон об образовании, который говорит, что родители обязаны ребенку давать полное среднее образование. Пока вы не даете никакого образования ребенка. Минного кодекса это обязанность, за которое за неуполнение этой обязанности идет уголовный ответ. Если промежуточную аттестацию ваш ребенок не пройдет... А он не обязан ее проходить, еще раз вам говорю. Нет, не обязан. Он имеет право, но не обязан. Я поняла, разговаривать бесполезно, поэтому, пожалуйста, на комиссию подаете документы? Да, я уже услышала. Я завтра приготовлю на комиссию. Там доказывать будете обязаны, не обязаны, где вы должны проживать и как должны обучать своего ребенка. Все? Да, все. Оксана Виктория, у меня вопрос, если вы позволите. У нас по статье 63 закон об образовании в Российской Федерации, образование, ну все программы образования, они являются преемственными. То есть, ну, сводом федерального государственного стандарта, там вообще образовательного стандарта, дошкольное образование, которое у нас самое последнее было введено. То есть, начальное общее образование и основное вообще образование. То есть, проходить государственную итоговую аттестацию вашему ребенку однозначно в 9 классе. Сейчас ответ принесут, я зачитаю. Сейчас принесут, распечатано. Тем временем, хотелось бы зачитать, тут вот у меня есть ответ от ПП Чернямский. Немножко по другому вопросу, но суть от 04.02. Он писал, что в соответствии с частями 1 и 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединение обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и закон. То есть это вот ответ начальника отдела образования, тоже человек там обращался, то есть неважно какого, то есть федеральные законы едины для всех. Уважаемый Евгений Валерьевич, прошу обратить внимание на шапку, бланк какого региона. Оксана Юрьевна настаивает на проводе своих слов согласно первому абзацу данной распечатки письма. А дальнейшие указания до предпоследнего абзаца Оксана Юрьевна во внимание не приняла, в котором черным по белому сказано, что порядок и сроки проведения промежуточной статистации устанавливаются локальными актами образовательных учреждений, которые в соответствии с 173 фазы являются самостоятельными, сами разрабатывают и принимают локальные нормативные документы, регулирующие уставную деятельность. То есть это когда человек приходит в школу и пишет заявление о прикреплении ребенка для сдачи ПА, он не может требовать проведения ПА на своих условиях? То есть вот это и прописывается? Нет, дело в том, что согласно второму абзацу, в том случае, когда учащийся имеет желание получить аттестаты в среднем общем образовании, ему необходимо обратить в государственную итоговую аттестацию, которая допускает учащийся, не имеющий академические задолженности, то есть прошедший все промежуточные итоговые аттестации. То есть тот, кто желает. Однако, обращаю ваше внимание, что в соответствии с 173 фазы, вы обязаны дать своему ребенку полные 9 классов, а 9 классов документов о получении ребенка больше. Ну, в 63-м, 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 в 63-м. Конституция описано, что основное общее образование обязательно родители или лица, их замещающие, обеспечивая получение детьми основного общего образования. Обязательно? Ну да. Ребенок в 9 лет уже должен иметь среднее образование? Не, в 9 лет ребенок должен иметь. Однако, вами же, как вы и писали в своем обращении, по результатам которого мы проводим сейчас в настоящее время заседает комиссия. Получается, вы сами ссылку сделали на пункт 5 ст. 63, в котором сказано, опять возвращаемся к уведомительной части о выбранной форме получения образования. Органы местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований. И форм получения образования определенных родителями. При выборе родителями детей форма получения общего образования в форме семейного образования родители информируют об этом выборе орган местного самоуправления, муниципального района, на территориях которых они проживают. Вот вами четко процитирован пункт 5 ст. 63. Однако, Оксана Юрьевна, я обращаю ваше внимание, что не по контексту самого 273 ФСЗ, не по контексту 131 Закона об образовании в Республике Крым, нигде нет оговорки, что это делается исключительно раз в жизни, при единоличном, и нигде нет оговорки, что переезды с одного региона в другой муниципалитет или городской округ заявления, уведомления подобного рода больше не подаются. А где есть оговорка о том, что когда меняется место жительства, мои действия дали еще? Оксана Юрьевна, обратите внимание, при выборе родителями... Правильно, я проживаю в Черноморском районе. Вы фактически проживаете на нашей территории. Я проживаю в Черноморском районе, пришла в отдел образования, уведомила их, что мы переходим на СИО. Далее в законе нигде не сказано, что если я меняю место жительства, я должна опять прийти в отдел образования и произвести какие-то там манипуляции. Оксана Юрьевна, обращаю вас еще раз внимание. Я не уведомила отдел образования. Вы при выборе формы уведомляете органы. В 2019 году мы выбрали. При выборе формы о получении образования ребенком вы информируете органы местного самоуправления, на территории которого вы живете, проживаете. Так мы уведомили. В настоящее время вы на какой территории проживаете, Оксана? Как я же вам сказала, запрашивайте у Черноморского. Оксана Юрьевна, мы еще даже в ходе заботы сказали, что это... Я же еще раз спрашиваю. Я должна опять прийти и написать заявление, что переведите меня в мэрбюр. Вы не переведите, а вы уведомляете органы. Так покажите, где в законе это прописано. 200 пункт 5, ст. 63. Информирую о выборе формы о получении. Так мы уже выбрали в 2019 году. Но на территории Черноморского района вы не проживаете на сегодняшний день. Покажите мне закон, где написано «при смене места жительства». Хорошо, Оксана Юрьевна, идем методом противного. Покажите мне в законе, или хотя бы укажите, где мне искать, в котором сказано, что подобное заявление органов местного самоуправления при реализации вопросов местного значения о предоставлении гарантированной Конституции общего образования всем детям сказано, что уведомление о выборе формы о получении образования подается только один раз. Давайте методом отобрать. Ну так вот там написано «уведомить», я уведомила органы местные. Мы же не меняли форму образования. Поменяли. Вы даже не из-за себя... Форму образования мы не меняли. Оксана Юрьевна, вы поменяли муниципальный округ. Но форму образования мы не меняли. Вы округ. В законе не прописано, что если мы не меняем форму образования, что я должна уведомить. Оксана Юрьевна, это если бы вы на территории Черноморского района из одного села, поселка переехали в другой, но на территории Черноморска данной бы потребности не возникло, и ее бы не было. Так я же вам говорю, покажите мне закон, где написано. Ну вот же, Оксана Юрьевна, вы сами ее написали. Так вот я уведомила отдел оборудования, что вы у нас сейчас держите. Ну я уведомила, вы подошли на территории раздольского района. Так хорошо, я до сих пор не должна прийти и опять написать заявление. Переведите моего ребенка на СО, находясь на СО, переведите моего ребенка на СО. Так получается? Оксана Юрьевна, не переведите, а дело в том, что поскольку органы местного самоуправления в лице структурного подразделения администрации Раздольского района, в лице отдела образования ведет учет детей, нуждающихся в предоставлении общего образования. У нас ведется учет всех детей от 0 до 18 лет. Мы ведем учет, кто где учится, кто на каких формах обучения, и если дети покинули муниципальное общеобразовательное учреждение и пошли учиться в ПТУ или колледже, мы так это ведем учет. Покуда детям не исполнится полных 18 лет. Хорошо, вопрос по-другому поставлю. Черноморская тоже учет ведет? Черноморская, да. Хорошо. Дальнейшие их действия, когда я переехала обратно в Раздольский район. Дальнейшие их действия, я у них так же самое числюсь на СО? Нет. У них же написано, что было бы на СО? Нет. Фактически СО... А у них отметили они на СО, что пришел бы на СО, да? Нет, но дело в том, что в соответствии с 273-м федеральным законом форма учета детей, нуждающихся в предоставлении образования, осуществляется у нас в соответствии со следующим порядком. Общевы образовательные учреждения у нас закреплены за населенными пунктами, за улицами. Общевы образовательные учреждения, они ведут учет детей от 7 лет до 18, которые проживают на территории ихнего закрепления. И получается, в ходе осуществления мониторинга, всеобуч, был выявлен ваш ребенок, который обучающимся ни одной из общеобразовательных учреждений не является в ходе этого мониторинга. И плюс, вами документы о том, что у ребенка, на основании вашего совместного выбора, при учете мнения ребенка, выбрана форма обучения семейная, которая у нас предусмотрена, информации в отделе образования, который ведет этот учет детей, у нас нет. То есть мне надо поехать в Черноморское, взять ксерокопическое удаление и принести вам? Нет. То, что, обращаю ваше внимание, что у нас своя форма уведомления органов разработанных. Так я когда приходила, сказала, давайте я вам заполню, что мой ребенок на СОО. Вы начали требовать, что мой ребенок обязан пригодиться к школе. Да, потому что... Так это противоречит федеральному закону. Оно не противоречит. Противоречит. Потому что имеет право и обязанность разные юридические термины. Аксангельна, я как юрист это все прекрасно понимаю. Но почему-то вы сами себе начинаете противоречить даже цитирование 273 федерального. В чем я противоречу? Хорошо. Аксана Юрьевна, скажите, пожалуйста, при выборе семейной формы обучения ребенка, получение среднего полного образования, это на базе 9 классов, Вами, во-первых, в соответствии с пунктом 5 статьи 63-273 ФСЗ, не осуществлено уведомление органов местного самоуправления о форме обучения вашего ребенка, который подлежит охвату общего образования, обучению. Во-вторых, вами не подано уведомление о том, что ваш выбор это семейное обучение, и что вы несете на себя ответственность. В настоящий момент получается у нас ребенок, как бы без всяких доказательств, налицо факт нарушения прав ребенка на получение общего образования. Но при этом в законе нигде не сказано, как я должна уведомить, меняя место жительства. Оксана Юрьевна, ну не, не, я же обращаю ваше внимание, что... Значит, раз у нас вот такая конфликтная ситуация, давайте подавайте на суд, пусть суд разъясняет, кто прав, кто виноват. На суд... Нарушаю я права ребенка, не нарушаю, выполняю я свои родительские обязанности, не выполняю, давайте будет решать суд. Оксана Юрьевна, ну, во-первых, защита прав и интересов несовершеннолетних, она рассматривается не только судом, но еще и также комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе выявления ненадлежащего воспитания, развития и обучения ребенка. Часть 1, 5.35, КОАФА. Невыполнение по 63-й статье Семейного кодекса. Сейчас налицо, получается, да, возможно, у вас все было правильно, в соответствии с законом, сделано, покуда вы проживали на территории муниципального образования Черноморский район. Однако с переездом на территорию проживания в муниципальном образовании Розуньевский район Республики Крым вы данную свою обязанность уведомить органы местного самоуправления. Но не прописано в законе, что я должна повторно уведомить. Но и нигде не сказано, что вы должны это сделать один раз и справа. Закон не я писала. И не я. Так что тогда делать? Давайте подавать в Конституционный суд, задавать вопросы, разъяснить действия закона. Здесь Конституционный суд как бы за разъяснением, никто его даже рассматривает. Но вы понимаете, что с моей точки зрения, да, то есть я вижу явные нарушения со стороны должностных лиц. Простите, это ваше субъективное, позвольте мнение, потому что мы с вами даже по пункту 5 ст. 63 фазы ходим. И я вам цитирую четко конкретно закон по буквам. Извините, как буква Е. Вы со мной соглашаетесь, что я уведомила от этого проживания? Покуда вы проживали на территории Черноморска. Ну я уведомила. Черноморска. По закону я поступила. Органы местного самоуправления, где вы ранее. Ну вот согласно вот этому закону я поступила. Да, первая часть, да. Но сейчас-то вы живете у нас. Да, но там же не прописано, что при смене места жительства я должна поступить вот так, 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 так. Это самоуправление прописано на территории, в которых проживают. Не проживают. Вы понимаете, что нигде в законе не прописано, что если я меняю место жительства, как я должна действовать дальше? Оксана Юрьевна, ну там и окончание стоят. Органы местного самоуправления, на территории которых проживают в настоящее время. В настоящее время вы проживаете на территории муниципального образования. Так вот я вас еще раз спрашиваю. Я должна прийти и написать заявление. Переведите повторно моего ребенка на своего, так как вы с он не уходите. В соответствии с такой-то, такой-то ребенок, такой-то, такой-то число, месяц, год рождения, ранее обучающийся или с такого-то года обучающийся на семейной форме. Мы проживаем там-то, там-то, ребенок. Так а почему, когда я в прошлый раз ко мне к вам приходила, от меня требовали, мы сейчас вам дадим, идите прикрепляйтесь в школе. Потому что это не есть уведомление. Хорошо, Оксана Юрьевна. Это уже есть принуждение. Нет, Оксана Юрьевна, а теперь ответьте на следующий вопрос. Я смотрю, вы 273-й наш проштудировали. А скажите, пожалуйста, как вы планируете, если вы не будете скреплены ни за одним общеобразовательным учреждением, а вам не просто общеобразовательное учреждение надо, а именно то, на базе которого создан пункт приема экзаменов. Как вы ходим, ну, года летят быстро, ребенок у 9 класс, ему сдавать экзамены, ему получать аттестат об основном общем образовании. Как вы думаете, с февраля месяца идут там тестирования, сочинения и все такое прочее. На каком основании ваш будет ребенок допущен, чем, что будет служить основанием об отсутствии у него академической задолженности. За 9 класс. За какой 9? В 9 ему сдавать, Оксана Юрьевна. Я почитала. У него за каждый курс, этап обучения, должно быть аттестация, что навыки соответствуют ФГО, саму установку утвержденных нашему уважаемому правительству. А это четвертый насос господина Пржаевна. Нашему уважаемому правительству. Я очень люблю Пржаевна. Нашему уважаемому правительству. А я его еще больше ку. Утвержденных нашему уважаемому правительству. Но простите, а как вы докажете, у вас сейчас ребенок должен учиться в 3 классе. Год он у вас уже на семейной форме обучения. Документов, за каким образовательным учреждением, кто ведет обучение, или лицо, с которым вы заключили. Понимаете, у вас на сегодняшний момент нету. Нет законодательно, что я обязана вам что-либо предъявлять. Как происходит форма семейного обучения, что происходит. Нас не интересуют ваши методы. Так я почему с вами должна делиться своими планами? Вот объясните мне, пожалуйста. На каком правовом основании вы требуете от меня поделиться с вами моими планами? Моей личной жизнью, личной жизнью моего ребенка, которая защищена в связи с здоровьем образованием. Как мы убедимся, что вы дальше? А я что ему не даю? А каким образом вы это докажете? А я вам не собираюсь ничего доказывать. Ну так а почему вы у меня сейчас спрашиваете? Потому что вы обязаны дать ребенку образование. Вы определитесь, вы от меня сейчас требуете что-то определить или не требуете? Мы хотим. Если вы не требуете, то это вопрос вашими личными планами в вашу личную жизнь. Никто не лезет. По закону вы обязаны предоставить ребенку образование. Это ваша обязанность. Ну а как вы? Вот смотрите, ну кто даст оценку знанием вашего ребенка, чтобы допустить его к экзаменам на базе после девяти классов, чтобы он их сдал? Это не ваша проблема вообще. Подождите, в каком смысле? Это не ваша вообще проблема, это моя проблема. Я несу ответственность. У вас от вас должна быть функция, а дело образования какая? Вести учет. Конечно. Ну так и ведите учет. Почему вы лезете в мою семью? На основании в учете. Вы пытаетесь выяснить, что и как я делаю? Мы бы с удовольствием ввели свой учет, если бы при переезде с Черноморского района на территорию Раздольского. Я пришла, я пришла, вы слышали, да, разговоры? 19 февраля я пришла. Да, я пришла, я спросила, что вы от меня хотите, как мне вас убедить. Чтобы вы написали введение. Вы сказали, идите прикрепляйтесь к школе, что есть противозаконным. То есть мое право прикрепляться, вы перекрутили, перевертили, вот обязанность. Потом вот четко было сказано, да, вы обязаны, вы должны и так далее, и тому подобное. То есть, когда я сказала, давайте я просто напишу заявление, что мой ребенок там на СО, плюс, Алиса, простите, его отчество, Васильевна, Васильевна приходила 25 декабря. У меня тоже есть видеозапись, как мы с вами общались. И вы сказали, у вас ребенок на СО, да? Я сказала, да. Именно, я спросила. То есть 25 декабря уже и ранее, летом ко мне приходили должностные лица, я их ставила в известность, что ребенок на СО. Но данная информация не подтвердилась, согласно учебных данных. Я сказала, что мне надо поехать в Черноморское, взять ксерокопию моего заявления, что ребенок переведет на СО. Вам надо написать новое и подать его. Новое заявление перевести ребенка на СО. Уведомление. Так, почему в прошлый раз, когда я приходила, вы мне не сказали, что просто напишите уведомление, что с такого-то периода ваш ребенок находится на СО. Почему вы мне начали навязывать, идите, прикрепляйтесь в школе? Потому что школа... Потому что вам так захотелось? Нет, акционирование. Потому что вам так захотелось? Акционирование. Потому что право ребенка и обязанность у вас совершенно одинаково. Так же самое, как у Алисы Васильевны, посещение детского сада – это обязанность. Потому что наши дети ходили в детский сад, так? Все дети ходят в детский сад, это ваше право. Уже вы начали рассказывать по-другому, что уже право. Оксана Евгеньевна, вот все равно в очередной раз мы возвращаемся. Да, вот я спрашиваю, что вы от меня хотите. Прикрепляться к школе, заставлять, вы не имеете права. То есть уведомление, каким образом мне вас уведомить? Написать сейчас заявление, что мой ребенок находится на семейном обучении с 2019 года. Все, да? И на этом инцидент будет исчерпан? Но этот инцидент будет исчерпан, когда в соответствующий документ вы обратитесь в общеобразовательное учреждение, заключите с ними договор в соответствии с локальными актами, рекламентирующими порядок проведения внутренней итоговой промежуточной дистанции по соответствующим уровням образования. А самое интересное, что даже если я это и сделаю, я не обязана вам это все предоставлять. А нам не надо предоставлять, нам доставлять. А откуда вы будете знать, что я с кем-то, где-то заключила какой-то договор? Будем вас приглашать и выяснять, что вы сделали в интересах ребенка на реализацию его права на получение образования. А на каком основании вы меня будете приглашать? В связи с тем, что в Конституции гарантированы права, и в случае, если выявлен будет факт, не принадлежащего вашего права на выполнение прав родительских, или нарушение интересов прав свободы ребенка на получение образования, вот тогда здесь будет совсем другой разговор. Мне вот интересно, как вы собираетесь это выявлять, если Федеральный закон о семейном образовании прописал, что отдел образования и все остальные не участвуют в процессе получения семейного образования. У вас форум, у вас начинка, как вы будете учить, то ли сами лично, то ли кого-то приглашать. Вот это нас не интересует. Ответственность ложится полностью на вас. Здесь я с вами абсолютно согласна. Однако органы местного самоуправления, ведущие учет детей, учет детей, охваченных получением общего образования, все равно у нас должна быть информация, охвачен он или не охвачен. Так, он охвачен, он перешел на семейную форму обучения, все. Хорошо, это у вас, понимаете, на сегодняшний момент мы разговариваем с вами с пустого в порожню, по той простой причине, что органы местного самоуправления Раздуминского района, в лице отдела образования, не уведомлены. Уведомление о форме, о вашем выборе при форме обучения ребенка вами не подано. Это... Продел в том, что я очень многие сайты юридические проконсультировалась, мне сказали, в законе нигде не прописано, что при смене места жительства я опять... Хорошо, Оксана Юрьевна, а можно тогда... Вот вы, вот это рассматриваем на сегодня обращение, вы делали ссылку на 63-ю статью Семейного кодекса. Однако в статье 2 Семейного кодекса сказано, что семейные отношения данным кодексом рекламентируются не только федеральными законами, но и законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными документами. Хочу обратить ваше внимание, что вот эти все методические рекомендации, реказы о порядке проведения государственной итоговой аттестации, о порядке, об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов, которые предъявляются, и реализация которых предъявляется, они утверждаются приказом органов государственной власти. Понимаете? И это же не пустой звук. Это и тоже является... Да, но при этом подзаконные акты не могут противоречить федеральным законам. Но дело в том, что... Если подзаконный акт прописан, что обязан проходить промежуточную аттестацию, а федеральный закон говорит, что это право, то, соответственно, подзаконный акт уже не действует. Оксана Юрьевна, на сегодняшний день у нас нет заключения конституционного суда о несоответствии Конституции, той или иной тракторки, того или иного приказа. Вы там подайте в суд тогда? Я в нем нарушение прав и свобод человека, правописанной Конституцией Российской Федерации не усматриваю, и инициатором как бы не хочу являться, потому что у меня нет оснований. Но и на сегодняшний день говорить вам о том, что они противоречат Конституции, тоже, простите, как-то несостоятельно. Они просто не соответствуют вашим субъективным мнениям и интересам. Вот и все. Но есть такая фраза «закон суров, но он закон». И нравится он нам или не нравится, мы должны его соблюдать. Ну так я соблюдаю. Я уведомила, ребенка на СО перевела. Все. Оксана Юрьевна, мы возвращаемся из пустого в поручение. Ну так к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что вам надо обратиться в первую школу, заключить с ними договор и принести от них уведомления. Нет, я не обязана. Хорошо. Тогда вам надо уведомить. Как вы собираетесь уведомлять? Я спрашиваю, что вы, как орган отдела образования, вы заявляете, что я обязана вас уведомить. Но при этом вы не говорите, каким образом я вас уведомлю. Вы, обучаясь в Черноморской школе по очной форме обучения, вы подаете уведомления в отдел управления образованием по Черноморскому району. И еще когда ваш ребенок у Евы был в статусе обучающегося одного из общеобразователей. Да. Он на тот момент обучался. Они у вас уведомления взяли, но на том бланке уведомления также стоит отметка с указанием общеобразовательного учреждения, за которым он закреплен. В которое он имеет право прийти. Для сдачи промежуточного управления. Пригибиться для проведения антестации. Сегодня вы проживаете на территории Раздонинского района. Скажите, пожалуйста, информацию о каком общеобразовательном учреждении вы в уведомлении укажете, как учреждение, в которое ребенок... А я не обязана указывать, где мы будем проходить промежуточную антестацию. Но на момент подачи уведомлений у вас все равно должен быть какое-то общеобразовательное учреждение. Вы понимаете, что у нас свобода выбора. То есть мы можем прикрепиться к Северопольской школе в любой момент. То есть сейчас писать заявление... Я могу вам написать, что мой ребенок находится на длинной обучении. То есть, получается, пока в соответствии с вашим правом по 273-му выбор общеобразовательного учреждения. То есть, получается, до тех пор, пока вы не выберете общеобразовательное учреждение, за которым уведомление о том, что ваш ребенок охвачен семейной формой образования... Так он уже охвачен семейной формой образования? В органах местного сумма управления Разумовского района данной информации нет. Уведомлений от вас нет. Вы проживаете на нашей территории, вы нас не уведомили. Так, я же говорю, давайте я вам напишу заявление... Для того, чтобы написать, мы вам предложили пойти зарегистрироваться за первую школу. Вы не предложили, вы обязали. А это... Дело в том, что на основании первой школы, на базе первой школы, у нас созданы приемы экзаменов в соответствии с приказом. Но мы не обязаны прикрепляться. Хорошо, вы не обязаны, вы имеете право выбора. Но вы же сами сейчас бездействуете, вы ничего не делаете. Вы не выбираете. Потому что нам разрешено. Нету нормативных сроков, в течение каких сроков мы должны прикрепиться в какой-либо школе для задания. Александр Валерьевич, можно копию того письма, что Оксана Юрьевна мне... Она у меня. Вот смотрите, вот копия, как следует, из вашего письма. В том случае, когда учащийся имеет желание получить аттестат о среднем общем образовании, учащийся имеет желание, это проэкстернат. Это раз. Ему необходимо пройти государственную итоговую аттестацию, которая допускается учащийся, не имеющий академической задолженности за каждый год обучения. Документов уже год на семейной форме обучения, что у вас нет академической задолженности по освоению данного уровня образования, у вас никакого нет. Это пункт 9, порядка 9. Проведение ГИА. Согласно приказам Миноборнауки России от 26 декабря 2013 года, номер 1400. Поэтому прохождение промежуточной аттестации в 10 и 11 становится обязательным. Но это уже идет полное. Это 10 и 11, да. То есть мы еще даже до 9 не дошли. А ваши обязаны сдать ему 9. Дальше. При этом следует иметь в виду, что форма, периодичность и порядок промежуточной аттестации самостоятельно устанавливаются в образовательной организации, согласно пункту 10, частью 3, статьи 28 федерального закона, и закрепляются в локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения Совета учащихся и Совета родителей, или часть 3, статьи 30, опять-таки 273 ФКЦ, который обязательно размещается на официальном сайте образовательной организации в свободном доступе. А это значит, что если учащегося или его законных представителей не устраивают сроки, форму или порядок прохождения промежуточной аттестации, они не вправе требовать от образовательной организации конкретных, удобных именно им сроков, периодичности и форм промежуточной аттестации. Но они вправе выбрать для прохождения промежуточной другую. На сегодняшний момент вами никакое общеобразование. Потому что законом не регламентируется, в какие сроки мы обязаны выбрать какую-то школу для прикрепления. При этом следует иметь в виду, что форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации... Это касается работы школы. А я вам объясняю, что законом не регламентируется. Оксана Юрьевна, вы сами себя противоречите. При этом следует... 273 ФЗ у вас право. Еще есть у нас сетя 58-я промежуточная аттестация обучающихся. То есть о чем вы сейчас и говорите. У нас мы говорим о том, что меня принуждают. Потому что вы сами еще не говорите. 58-я образовательные организации, запятая, родители, в скобочках, законные представители несовершеннолетнего обучающегося обеспечивают получение общего образования в форме семейного образования, обязанного создать обучающимся условия для ликвидации академической задолженности. И обеспечить контроль за своей временностью ее ликвидации. То есть на данный момент формируется уже юридическое задолженность. Потому что, я так понимаю, вы уже год находитесь на семейном образовании и за второй класс. Ну так это вот касается родителей. Но не от тела образования. Вы прочитали, что родители... Образовательные организации родителей. То есть какие есть на данный момент условия с вашей стороны для ликвидации уже образовавшейся в ликвидации? А кто решает, что у него академическая задолженность? А кто может это провернуть без промежуточной аттестации? Так вот я ж про то, что пока нет промежуточной аттестации, вы не вправе заключать о том, что у него есть академическая задолженность. Оксана Юрьевна, вы с января 19-го... На семейном образовании нет классов. А уровень по возрасту есть в соответствующем... Нету прописанного ничего такого, понимаете? Оксана Юрьевна, не хотите же вы сказать, что ребенку 10 лет, а он должен... Ну 9. Ребенку 9 лет, и он сейчас только должен рисовать квадратики, кружочки и треугольнички. Это же не его уровень. Понимаете, требования есть по школе. А вы дал... У срочников нет требований. А образование, которое вы им даете, оно должно соответствовать федеральным... А он может и не соответствовать. Это значит, не надлежащее выполнение вами в полученном образовании. Почему? Потому что... Я могу в одной сфере его перечить, а в другой неизвестить. То есть СОО не предполагает обучать ГОСТу. Ваше образование предоставляемое как общеобразовательными учреждениями, так и законными представителями. ГОСТ, 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 ГОСТ работает только при сдаче ПА. А в отношении семейного образования ГОСТы не работают вообще. Они не относятся отношениями. Оксана Юрьевна, позвольте я опять с вами согласиться, потому что, как я вижу, вы... Мы так можем долго и нудно разговаривать. Да, но вы выбираете себе. Давайте я пишу вам заявление, что с 2019 года ребенок находится на семейном образовании. Давайте, но только сразу же нам укажите общеобразовательное учреждение, за которым ребенок... А я еще не определилась с образовательным учреждением. Хорошо, на основании. Мы будем планировать проходить промежуточную аттестацию, потому что на данный момент есть возможность аттестироваться в онлайн-школах. Но я еще хочу обратить ваше внимание, что как бы промежуточную... Это наше право. Это ваше право, выбор формы обучения и выбор общеобразовательного учреждения. Правильно. А онлайн-школы это и есть... А порядки проведения промежуточных аттестаций, это исключительно, а установленный порядок... Промежуточные аттестации онлайн-школы тоже предоставляют и предоставляют документы. Хорошо, но прежде чем нам подать, вы Черноморску уведомили поранее обучающиеся в школе. Но так как мы не меняли форму образования, у нас так и осталось СО, я просто вам напишу... Но вы поменяли место жительства, а это уже существует. Так в законе нигде ничего не прописано. И не прописано обратно, что вы должны только раз в жизни это подавать. Ну так я же говорю, что тогда что нам подавать, а тогда на суд пусть суд рассудит. Почему? Как нам быть в этой ситуации, что с одной стороны закон не прописал это, с другой стороны закон не прописал это. То есть вроде бы как и вы правы, и с другой стороны и я права. Пусть суд рассудит. Ну на суд мы подавать не будем, это как говорится не наши компетенции, для этого есть другие органы. Но в принципе, уважаемые члены комиссии, есть еще вопросы к Александре Юрьевне? Ну как вопросы? Евгений Валерьевич? Суды? Александр Юрьевна, извините, конечно, но мы с вами можем так разговаривать бесконечно, но к сожалению день не резиновый. Ну мы с вами пришли к единому мнению, что я сейчас пишу заявление, что ребенок находится на семейном образовании. Вы с указанием общеобразовательного учреждения? Я не могу вам указать школу, потому что мы еще не определились. Оксана Юрьевна, однако, я вам также хочу напомнить, что на протяжении до получения общего образования родители имеют право поменять общий образовательный. Покажите мне, пожалуйста, закон, где прописан четкий регламент заявления. Это, во-первых, не закон, это утвержденная форма приказа на дела образования. То есть там четкое заявление, что при выборе СО, то есть я пишу, что ранее был выбран СО, мы не меняли систему образования, форму обучения не меняли, поменяли просто место жительства. В связи с переездом в другой муниципальный район, уведомляя о том, что мой ребенок, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, сколько, ну, как бы там уже по годам понятно, в обучении получают в форме семейное образование. Все, вы нас уведомляете. Хорошо, пойдемте, я напишу. Ну, сейчас я не могу пойти, сейчас у нас продолжается заседание, однако, если можно, подойдите на следующую неделю, хорошо? Я попрошу специалиста, который непосредственно ведет учет детей, нуждающих в получении общего образования. Мы подготовим все заявление, чтобы вас не задерживать. И сразу с вами это все. Хорошо? Хорошо. Все, Оксана Евна, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.